Всем привет! Хочу показать свой личный опыт. В интернете я ничего подобного не нашел, чтобы решить такую проблему. Ну, не знаю, либо у меня попались такие мастера, либо они все такие, либо материал такой. Столкнулся я с наливным полом, самовыравнивающийся. Вот, могу показать его остатки, которые потемнее. Вот, если передается цвет, видно, пятна желтые, это грунтовка. Вот он так вот остался пятнами после того, как мы выровняли этот пол, довыравнивая. Вот. Перед тем, как монтировать паркет, прошли с правилом, с уровнем работники, монтажники. Сказали, что перепад более двух миллиметров, что никак для монтажа паркета не подходит. Будут воздушные прослойки, ямы будут. То есть монтировать никак нельзя. Гарантию не дадут. Не более одного миллиметра должны быть перепады. Все облазил, все посмотрел. Все рекомендуют наливать заново. Но наливать заново здесь не получится. Ну, что здесь, что на первом, что на втором этаже, потому что плитка ванны уже выложена в уровень и сюда должен подойти уже готовый паркет. Не выше, не ниже. Если наливать, то будет выше, то будет порожек. Уже не то, как задумано. Поэтому пришлось попотеть, найти работников, которые согласятся заняться этой работой. И сделать. Болгарку взяли, взяли камень. На этот камень надели пылесос, насадку. Подключили вот к такому пылесосу. Мешков уходит очень много, поэтому они сделали интересное решение. Тоже можно в интернете найти. В обычном ведре сделали два отверстия. Входное, выходное. И подсоединили пылесос через это ведро. То есть крупный мусор оставался в ведре. Мелкая пыль уходила дальше в пакет, в мешок уже, в сам пылесос. Ну, что значительно сэкономило деньги на покупки мешков. Ну, в общем, вот так вот. Темные пятна, это клей плиточный. Они заливали ямой. Ямы вот сами такие. Ямы очень большие. То есть все ходили с правилом, рисовали маркером, где бугры, где ямы. Все, где темно, это ямы. Все, где вышеркана светлая, это бугорочки. И те немногие места желтые, это тот уровень, который должен был быть. Вот. И вот не так уж его и много. Вот так вот. Поэтому либо контролируйте сразу по готовности работы, если у вас не одна бригада работает. После заливки проверяйте с правилом своих работников. Вот. На слово верить им нет смысла. Ну и... Ну, сказать больше нечего. Всем успехов, всего хорошего. Удачи стройке. На себе прочувствовал, как это сложно. Всем пока.